Всем привет! Прошло довольно много времени с тех пор, как я перестал заниматься коллекоптерами. И вот я приобрел вот такую вот игрушку и решил заняться самолетами. Это ZOHD DART 250G. Такой футуристический внешний вид. Я его буду собирать. Есть надежда его брать с собой в какие-то поездки, в путешествия, снимать там. Он обещает полетное время около часа, если хорошо постараться ужаться в аккумуляторах и в весе. Но 20-30 минут вполне достижимое для него время. Вполне реальное. Я надеюсь на него выйти. И я, пожалуй, буду рассказывать, как я его буду настраивать и собирать. Сам процесс сборки, естественно, я не буду показывать. Вряд ли нам интересно кому-то, как паять и так далее. Я, скорее всего, буду рассказывать, именно какое железо я буду устанавливать и как его буду настраивать. Пожалуй, это будет интереснее. Так, приступим. Сейчас покажу, что я сейчас в него установил, что планирую устанавливать. И... Короче, погнали. Первое. Самолет маленький, реально очень маленький. Внутри очень тесно. Итак, у меня было два варианта, что использовать. Либо PixRacer, который у меня остался от квадрокоптера, либо Motec F411 VSE. На Motec придется использовать прошивку iNav, а в PixRacer можно использовать ArduPilot. Все же у меня такое ощущение, что ArduPilot летает стабильнее, поэтому я решил все-таки пробовать PixRacer, хоть и, конечно, он и тяжелее, объемнее, но решил попробовать на нем. У него есть очень удобный Wi-Fi мост. Удобно к нему подключаться со смартфона в поле, в случае чего для конфигурирования. Они всегда не обязательно подключаются по USB. USB фактически используют только для перепрошивки. А вся остальная настройка, скачивание даже логов, можно по Wi-Fi делать. Очень удобно. К сожалению, в F411 WSE нельзя загрузить ArduPilot. Когда я его заказывал, я этот момент не учел. По идее, нужно было лучше заказать F435 WING. Он побольше, потяжелее, но можно использовать ArduPilot. Также в нем нету SD-карты, то есть некуда писать логи. Мне хочется-таки логирование какое-то иметь. Поэтому PixRacer, хоть он и тяжелее. Что я сейчас на него уже установил? Предварительно закрепил, установил Caddx Baby Turtle камеру. Это сама камера располагается здесь, в носовой части. А записывающий модуль решил установить и закрепить вот так. Мне так больше понравилось. Со шлейфом, надеюсь, ничего не будет. Наверное, еще какую-нибудь пенопластовую штуку проложу. Но жду батарейки, чтобы понять, что у меня вообще будет с центровкой. Поэтому пока еще ничего не креплю. Тут куча проводов. Поскольку у меня PixRacer, соответственно, мне нужно отдельное OSD. Вот, micro, minimo OSD использую. Взял вот такой вот мотековский, по-моему, AC-фильтр. Может, не мотековский, а может, мотековский. Импульсный стабилизатор на 5 вольт. Выставил его напряжение постоянными резисторами. Вот, вручную спаял. И на обратной стороне спаял делитель резисторный для датчика напряжения. Пока что датчика тока не будет. Потому что был у меня power-модуль APM, но он просто гигантский и тяжелый. Я сначала хотел его использовать, но потом от этой идеи отказался. Далее, что установил мотековский мини-GPS. Вот такой M8Q. Очень маленький, очень легкий. Решил вырезать, потому что крепить там изнутри неудобно. Клеить его не хочется на скотч, потом не оторвешь. Решил лучше прорезать. К тому же, если использовать компас на нем, придется выставить его в горизонт. Поскольку площадка, она под углом, под некоторым располагается. Соответственно, как-то его выравнивать надо будет. Надеюсь, не будет его в видеопередатчик забивать, который будет тут же располагаться. Ну, видно будет в процессе. Регулятор пока использую родной. Поскольку мне нужен бег на 2 А. Решил с него использовать бег для питания серф. Заказал я дополнительные микробеки с того же Banggood. Когда они придут, я думаю, заменить его на коптерный, 20 А. Валяются у меня вот такой регулятор, 18 А. Spider. Можно оценить размер. Конечно же, он легче будет. Что еще? Мотор стандартный. Думаю, нужно будет ему выкос маленько изменить. Об этом все пишут, что выкос нужно ему менять. Иначе он зарывается вниз носом. Серфы пока стандартные. Ну, в общем-то, пожалуй, на текущий момент пока и все. Жду, когда придет остальная электроника. А это передатчик дальнобойный R9M Mini. Где-то в крыле, я так думаю. Вот так вот его поместить. А, ну вот так вот врезал пищалку поисковую. Вот, которая с PixRacer шла в комплекте. Ну, пожалуй, пока что и все. То есть, жду, когда придет аккумулятор, чтобы понять с центровкой. Придет видеопередача, чтобы закрепить его. Там антенны, когда придут, чтобы антенну опять же поставить. Антенны заказал Foxir Lollipop. Лолипоп вроде как рекомендуют, их советуют. В качестве разъемчика планирую использовать XT30. Вот такие. Вместо XT60. Сколько токи небольшие будут, я думаю, XT30 будет более чем достаточно. А вес тоже экономит. Так, вес. Что с весом? PixRacer весит 12 грамм. Винг. 9 грамм. Вот эта вот кучка, конечно, с проводами. Там провода тоже пару грамм накидают. Но эта кучка тоже весит дополнительно 9 грамм. Здесь у нас бег и ОСД и фильтр. Соответственно, вот эта вся кучка в сумме у меня весит 21 грамм. А по сути, по сути, вот эта маленькая штучка заменяет вот эту большую кучку. То есть, если использовать Motec 211 WSE, то я экономлю 10 грамм. Но я лишаюсь телеметрии по Wi-Fi, лишаюсь логирования на езде и лишаюсь, самое главное, Ardupilot. Поэтому я пока что жертвую 10 граммами. Так, что вообще получается по весу всего самолета? Так, самолет получается на текущий момент весит 137 грамм без полетника. Добавляем сюда вот эту кучку. Полетник. 158 грамм. Так, уже ухожу, видимо. Я за 250 грамм, поскольку будет еще вот эта крышечка. Крышечка. Еще будет вот эта вот стойчка для полетника. Так, 168. Да, 4 грамма добавляет. Поскольку как-то его крепить нужно. 168 грамм. Еще будет видеопередатчик. Ну, наверное, он вот типа такого будет. TX805 Motec заказал. Это 177 грамм. Антенна. Антенна Lollipop. Будет с коннектором MMCX. Она легкая, конечно, там, по-моему, 6 грамм. Ну, кину эту вот Amway антенну. 186 грамм. И аккумулятор. Аккумулятор я заказал 1320C. Вес у них, по-моему, грамм 70. То есть, в принципе, в принципе, я почти что прохожу вес, который можно летать без регистрации, бесплатно, без смс и так далее. Вот. Поэтому вес получается пока что оптимистичный. Возможно, где-то можно будет ужаться. Ну, регулятор разрешать не буду. Конечно, если регулятор заменить, то, может быть, еще сэкономлю. Ну, и, конечно, если Пикс Рейсер заменительное, что более компактное, это 10 грамм. Даже больше 14 грамм дополнительных. Вот если без Пикс Рейсера, однозначно я влезаю в 210 грамм. Вот. Такие дела. Итак, в этом видео я рассказал о том, из чего я буду собирать это маленькое летающее крыло. Какое оборудование буду ставить. Сейчас я буду ждать, когда придет все остальное. Banggood мне до сих пор еще не отгрузил радиоприемник с модулем передающим. Поэтому я небольшой жду, жду, когда все это дело придет. В дальнейших видео буду рассказывать о том, как я это буду устанавливать, настраивать Ardupilot на летающем крыле. У меня есть опыт настройки коптера. Буду разбираться настройки летающего крыла. Это мое первое летающее крыло. Я буду запускать в первый раз. Надеюсь, в первый раз я его не разобью. Если видео вам было полезно и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...